Свадьба веселилась, шумела и пела. Женился Роман Васильевич, молодой успешный хирург лучшей клиники города. Его невеста Алина блистала красотой, светилась радостью и счастьем. Гости были в восторге. Цветы, подарки, музыка и смех кружили головы. Официанты едва успевали менять блюда, с трудом лавируя среди веселящейся толпы. И никто не заметил маленького мальчика, которому едва ли исполнилось шесть лет. А он вошел в зал, осмотрелся, а потом пошел прямо к жениху. Роман увидел малыша только тогда, когда он грязной липкой ладошкой взял его за руку и тихо сказал. – Пойдем, Катя ждет тебя. – Ярик, дорогой, я не могу, – сказал Роман, присев перед мальчиком. – Я женюсь, понимаешь? Катя очень хорошая, но у меня есть невеста. Ее зовут Алина, и я не могу ее бросить, и это будет нечестно. Ярослав поднял глаза, посмотрел на подходившую к ним невесту, и вдруг его глаза расширились от удивления. Он замер с открытым ртом, а потом сказал «Мама». Алина покачнулась и едва не упала, но она быстро взяла себя в руки и, улыбнувшись, сказала «Ты ошибся, мальчик, я не твоя мама». Ярик повернулся к Роману и беспомощно хлопал длинными ресницами, а по щекам ребенка потекли ручейки слез. Точно так же малыш смотрел на Рому полгода назад, когда они впервые встретились в этом огромном городе. Роман возвращался домой с дежурства и очень хотел спать, но вспомнил, что старик-сосед просил зайти в аптеку и купить ему лекарства. Возле ближайшей аптеки стоял мальчик, очень похожий на попрошайку. Старенькие штанишки, застиранная футболочка и полосы слез на грязных щеках. – Ты чего тут стоишь, брат? – спросил у него Роман, не сумев пройти мимо. – Маму ждешь или потерялся? – Нет, – шепотом ответил ребенок. – У меня вот. Он раскрыл ладошку и показал горсточку монет и смятую пятидесятирублевую купюру. – Мне лекарства нужно купить для Кати, а мне не дают, прогоняют. А я просил, просил, а она меня за ухо и сюда вывела. Мальчик потер красное, немного распухшее ухо, и слезы бессилия и обиды потекли по его щекам. – Так, понял, похоже тебе нужна помощь. Только скажи сначала, как тебя зовут и кто такая Катя? Твоя сестра? – Нет, она просто Катя. – А я Ярик. – А ты? – Рома. – Ну что, брат Ярик, пойдем сначала к твоей Кате и выясним, что случилось, а уже потом решим, что делать дальше. Ты далеко живешь? – Нет, вот тут, за углом. Вскоре они вошли в маленькую однокомнатную квартирку, чистенькую, но обставленную очень бедно. – Катя! – Катя! – позвал мальчик, но ему никто не ответил. Роман совсем растерялся, что теперь делать он не представлял, потому что впервые попал в такую глупую ситуацию. Оставить ребенка одного он не мог, с собой его взять – тоже. Но и оставаться здесь ему не хотелось. Вдруг щелкнул дверной замок, и на пороге появилась девушка. Она увидела Ярослава и облегченно вздохнула, присела и обняла ребенка. – Ярик, ну что же это такое? Я волновалась, куда ты ушел? Потом встала и посмотрела на Романа. – А вы, простите, кто? Роман объяснил, и Катерина вымученно улыбнулась. – Понятно. – Ярик очень беспокоится обо мне, но совершенно напрасно. Со мной все хорошо. Девушка сделала какое-то движение и вдруг стала падать. Роман подхватил ее, легкую как пушинку, и отнес на диван, а потом вызвал скорую. Оказалось, что у Кати двусторонняя пневмония, и девушку увезли в больницу. Снова Роман остался с Ярославом, не веря в то, что все это происходит именно с ним. Но делать было нечего, и он забрал мальчика к себе. Странный это был вечер. Вместо встречи со своей невестой Альбиной он был вынужден заниматься незнакомым мальчиком, а потом идти договариваться с соседкой, чтобы она за хорошую плату присмотрела за ребенком, пока он, Роман, будет на работе. Клавдия Петровна охотно согласилась, и целую неделю Ярик был у бабушки Клавы. А когда Роман освобождался, забирал его к себе. Несмотря на то, что они не очень много времени проводили вместе, Рома привязался к мальчишке и даже скучал по нему, если приходилось задерживаться в больнице. А еще он навещал Катю. Первые дни Кате было так плохо, что она не могла даже разговаривать, и у нее хватало сил только на то, чтобы благодарить Романа за то, что он для них сделал. Но однажды они проговорили очень долго, и теперь Роман знал историю Кати и ее приемного сына. Кате едва исполнилось 18, когда она встретила Игоря, молодого, успешного бизнесмена, который просто потерял голову от этой простой, неизбалованной девчонки, только поступившей на экономический факультет местного университета. Катя выросла в семье с мамой, отчимом и сводной сестрой Альбиной, которая была на год старше Катерины. Девочки между собой никогда не ссорились, быть может потому, что Катя признавала ее превосходство, Альбина была очень красивой и всегда умело пользовалась этим. Никто не знал, что Альбина часто убегала по ночам, выбираясь через окно в своей комнате, и проводила время до рассвета с парнями. Однажды Катя услышала, что Альбина горько рыдает в своей комнате. Она подошла к сестре и присела рядом. – Что с тобой случилось? Может, я могу чем-нибудь помочь? – Нет, отвали! Мне никто не нужен, и тем более ты. – Альбина, но я же вижу, что произошло что-то нехорошее. – Не молчи, тебе станет легче, – уговаривала ее Катерина. – Я помогу, помогу. Ничем ты мне не поможешь, потому что я беременна, а это не лечится, понимаешь? – Что? – захлебнулась от ужаса Катерина. – Но как ты могла? – Подрастешь – поймешь. – Альбина, нужно сказать маме. – Не смей, – подскочила Альбина. – Только попробуй разболтать, пожалеешь об этом. Но Катя понимала, что без помощи родителей Альбине не обойтись. И в тот же вечер они узнали правду. Дома был жуткий скандал. Альбина плакала и все отрицала. Катя чувствовала себя глупо. А родители девочек были просто в ужасе. А утром выяснилось, что Альбина пропала. Не появлялась она три дня. А потом пришла тихая, молчаливая и заплаканная. Никому не говоря ни слова, она закрылась в своей комнате и долго оттуда не выходила. Когда же спустя какое-то время мать заговорила с ней о посещении врача, Альбина серьезно взглянула на нее и проговорила. – Я же сказала, нет никакой беременности. Катя все придумала. И, пожалуйста, оставьте меня в покое. Прошло полгода. С сестрой Альбина практически не общалась. А едва ей исполнилось восемнадцать, уехала в город. Лишь изредка она приезжала домой, привозила родителям и сестре небольшие подарки. А сама выглядела просто сногсшибательно. – Чем ты занимаешься, Альбиночка? – спрашивал отец. – Учусь и работаю, – смеялась она. – Иначе в городе не проживешь. – Альбина, а замуж ты не собираешься? – Нет пока. Надо сначала встретить того единственного и неповторимого. – И вообще, папа, когда я соберусь замуж, ты узнаешь об этом первый. Но ни отец, ни мать об этом не узнали. Их старенький жигуленок попал в аварию. Шансов выжить у них просто не было. Горько плакала Катерина, провожая в последний путь родителей. Молча и равнодушно смотрела на все Альбина. А потом она снова уехала в город, даже не простившись с сестрой. Вскоре и Катя покинула родной дом. Она поступила в университет и мечтала о том, что получит хорошее образование и обязательно выбьется в люди. Как-то направляясь на учебу, Катя шла по тротуару, прячась от унылого серого дождя под стареньким зонтом. Вдруг пролетевшая мимо машина окатила ее грязной холодной водой с ног до головы. Катя остановилась и осмотрела себя. В таком виде она не могла идти дальше. И тут к ней подбежал молодой человек, ахнув. «Девушка, простите, я не хотел. Давайте я подвезу вас до дома, и вы сможете переодеться. Меня Игорь зовут. А вас?» – Катя, – вздохнула девушка. – Не надо, Игорь, меня подвозить. Я живу вот тут, в общежитии, за углом. Она повернулась и ушла, думая, что больше никогда не увидит Игоря. Однако уже вечером он пришел к ней с букетом цветов и какими-то сладостями. – Как вы меня нашли? – Такую красивую девушку знают все, – улыбнулся он. – Катя, я прошу вас простить меня и приглашаю вас на свидание. – Вы согласитесь? – Хорошо, – кивнула Катерина. – Только мне нужно хотя бы пять минут. За первым свиданием было второе, потом третье, четвертое. Игорь без ума влюбился в эту строгую, серьезную девушку, которая не позволяла ему ничего, кроме нежных объятий и поцелуев. – Катя, мы взрослые люди, – уговаривал он девушку остаться у него. – Нет, Игорь, я так не могу, – отвечала она, и он сдался, стал просто ждать, когда же наступит тот счастливый миг, когда он назовет ее своей. Как-то Катерина, прогуливаясь с Игорем, встретила Альбину. Та очень удивилась, встретив свою сестру с таким шикарным мужчиной, и сделала вид, что она очень рада встрече. А Игорь был так растерян, что просто потерял дар речи. Катя увидела, как он смотрит на Альбину, и внутренне сжалась. Альбина была такой красивой, а она… Чтобы хоть как-то нарушить неловкое молчание, девушка предложила всем вместе посидеть в кафе. Игорь кивнул, и Альбина тоже согласилась. Не прошло и получаса, как напряжение между ними исчезла. И обрадованная этим Катя извинилась и отошла на минутку. А возвращаясь, увидела, что они оживленно что-то обсуждают. Воспользовавшись ширмой с панно, возле которой стоял их столик, Катя прислушалась к их разговору и обомлела. Только попробую ей сказать, что у нас что-то было. А что, боишься потерять мою сестричку? Не в том дело. Просто не хочу, чтобы ее репутация пострадала из-за тебя, дешевка. Да, раньше, когда ты заказывал меня в клубе, ты так не говорил. Послушай, не надо из себя строить жертву. Ты обычная путана, эскортница, причем не самая лучшая в городе, и нас с тобой ничего не связывает. Связывает. Я от тебя родила ребенка. Да неужели? И где же он? У одной бабки-алкашки, в старой котельной на заводской живет. Она за бутылку и еду за ним присматривает. А с чего ты, дрянь, решила, что он мой? Сколько у тебя было мужиков? Сотни? Так при чем тут я? Это надо еще доказать. Не хочу я ничего доказывать. Мне он не нужен, как и тебе. Надеюсь, оба загнутся. Бледная, словно полотно, вышла Катя из-за ширмы и уставилась немигающим взглядом на сестру и жениха. – Катя, Катя, – прошептал Игорь. – Я все объясню. Это было до тебя. Альбина – моя ошибка. Но я не виноват. Я был молод и глуп. Катя! – Да что ты перед ней оправдываешься? Тоже мне. Строит из себя святошу. Честная, да? Да пошли вы оба. Альбина встала и ушла, толкнув Катю плечом. Девушка едва не упала, а потом выбежала из кафе. Только через несколько дней Игорь пришел к Кате. Он хотел дать ей время успокоиться, но едва открыл дверь в комнату и обомлел. Девушка купала полуторагодовалого худенького мальчонку, который цеплялся за нее маленькими ручками. Игорь все понял и стал требовать, чтобы она отдала его в приют. Но Катя только облила его взглядом черных глаз, а потом подошла и захлопнула дверь. Прошло несколько лет. Катя, так и не доучившись, работала в газетном киоске, ночами мыла полы на складе и по-прежнему воспитывала маленького Ярослава. Альбина, как она случайно узнала, уехала за границу и осталась там навсегда. Игорь женился на богатой девушке и совсем не вспоминал о Катерине. А Катя старалась подарить малышу ту любовь и нежность, которой он никогда не знал. О том, что Катя ему не мать, Ярик знал. Она не стала скрывать это от него, потому что боялась, что однажды в Альбине проснется совесть и она захочет вернуть себе сына. И он не простит Катю, что она его обманула. Поэтому показывала ему фотографии, на которых были его дедушка и бабушка, она сама и Альбина. Красавица Альбина, его непутевая, жестокая мать. Однажды Катя сильно простыла. Киоск совсем не отапливался и девушка, умирая от холода, подхватила простуду, которая переросла в пневмонию. И вот тогда-то Ярик привел к ней романа. Странно, но едва Катя увидела этого человека, она поняла, что он лучший мужчина на земле. Он помогал, ни о чем не спрашивая, умел выслушать, посочувствовать и помочь. Ярослав, которого он приводил к Кате, рассказывал, что Рома купил ему новую игру. А еще свитер, теплые брючки, ботинки и курточку. «Роман, ну зачем вы? Мы бы и сами справились. Мне б только выписаться отсюда. Вам нужно сначала вылечиться. Спасибо вам за все!» – не могла скрыть слез Катя. «Перестаньте, Катя. Люди должны всегда помогать друг другу», – уверенно говорил Роман. А вот его невеста Алина так не думала. Она и слышать ничего не хотела о том, что ее жених помогает каким-то нищебродам. С Романом Алина познакомилась на горнолыжном курорте, куда он приехал отдыхать с друзьями. Алина неловко упала во время спуска и подвернула ногу. Роман оказался поблизости и оказал ей первую помощь. Вечером она пришла к нему в номер и осталась, чтобы поблагодарить его за заботу. С того дня они не расставались, и когда Рома пригласил невесту пожить у него, она охотно согласилась. А потом как-то само собой было решено сыграть свадьбу. А Катя скучала по Роману. Он уже давно не навещал их и даже не звонил. А она не могла забыть последний перед своей выпиской вечер в больнице, когда Роман, заступивший на дежурство, пригласил ее к себе в кабинет, чтобы угостить чашкой чая. Далеко за полночь засиделись они, и когда Катя встала, чтобы проститься и вернуться к себе в палату, он тоже поднялся, случайно столкнувшись с ней. Катя едва не упала, и Роман подхватил ее, не давая упасть. Но когда обнял девушку и прижал к себе, понял, что уже не сможет выпустить ее из своих рук. У Кати кружилась голова, она хотела оттолкнуть его, сказать «не надо», но не смогла, и только теснее прижималась к его разгоряченному телу. Ту ночь они провели вместе, и Катя даже не представляла, что может быть такой легкомысленный, а потом он пропал. Гордость не позволяла девушке самой позвонить ему, но она все-таки верила, что однажды распахнется дверь, и он войдет к ним и тихо скажет «я пришел к вам навсегда». Однажды Рома и в самом деле заглянул к ним и извинился, что давно не был. Совсем замотался. «Эта свадьба отнимает столько сил». – Свадьба? – Да, Катя, я женюсь. Я же говорил, у меня невеста. – А как же мы? – спросил Ярик, прижимаясь к Кате. – Мы же тебя любим, правда, Катя? – Ярик. – Не надо, Ярик, – сказала Катя. – Роме пора идти, а мы с тобой скоро уедем отсюда. – Прощайте, Роман, и спасибо вам за все. – Катя, а может, вы придете на свадьбу в субботу в Кристалл-холле? Приходите, я буду рад. – Нет, Рома, простите, мы не сможем. Я же сказала, что нам нужно уезжать. Они стояли друг перед другом, почему-то пряча свои взгляды. А Ярослав смотрел то на одного, то на другого и не понимал, почему взрослые все так усложняют. Катя купила билеты до родного поселка на воскресенье. Она решила вернуться туда и жить в родительском доме. Тем более, что Ярику скоро нужно было идти в школу, а в деревне с этим было намного проще. Весь субботний вечер Катя собирала вещи, и когда думала, что Ярослав не видит, горько плакала от боли, которая разбивала ее сердце. На днях она поняла, что беременна, и не хотела, чтобы Роман знал об этом. Поэтому и торопилась с отъездом. – Ярик, – позвала она мальчика, – помоги мне найти коробку с документами. Но ответом была тишина. – Ярик, Ярик, ты где? И вдруг внезапная мысль пронзила ее. Он ушел на свадьбу и обязательно что-то там натворит. – Ох, Ярик, Ярик! Катерина выбежала из дома и, поймав такси, попросила побыстрее отвезти ее в Кристал-Холл. Она вошла в зал в тот момент, когда Ярик повернулся к невесте Романа и сказал удивленно. – Мама? Она посмотрела на него и ответила. – Ты ошибся, мальчик, я не твоя мать. – Твой, Альбина, твой, – выступила вперед Катерина. – Прости, сестра, но обманывать Ярика я тебе не позволю. – Почему, Альбина? – Это Алина, – проговорил Роман. – Нет, Рома, это Альбина, моя сестра. Катя повернулась к Альбине. – Как же у тебя так получается всем врать? – Пойдем, Ярослав, нам пора, а вы будьте счастливы. И под изумленные взгляды гостей Катя увела мальчика домой. А на следующий день они, нагруженные сумками, шли по перрону, когда кто-то окликнул их. Они повернулись и увидели Романа, а он шагнул к ним и тихо сказал – «Я пришел к вам навсегда». «Я пришел к вам навсегда». «Я пришел к вам навсегда». Девчонки-вэлли на мясо. «Я пришел к вам, камни, а я нашел». «Я пришел к вам, а я пришел к вам. »